В середине 90-х сотрудничал с Международным фондом реформы, который был создан академиком Шатарином. И мне академики Шмелев, Абалкин, видные советские академики, многократно совершенно открытым текстом говорили, что молодореформаторы, там конкретно назывались фамилии Гайдара, Чубайса, Бурбульса, что они преступники. Я никогда этот текст, прямую речь, вот эту ни Шмелева, ни Абалкина не печатал, потому что мне казалось, что я подставлю своих собеседников, что преступление – это серьезное обвинение. Выбить, насколько я понимаю, с той же плеяды экономистов. Вы вместе с Чубайсом, с Кудриным были в одной группе в конце 80-х. Да, поэтому я абсолютно разделяю мнение своих коллег-академиков, которые видели эту работу, может быть, снаружи, я был внутри, но я делал нечто иное в отношении того, что рекомендовали нам американские эксперты. У нас же тогда был десант высажен из Вашингтона, огромного количества экспертов, валютного фонда, казначейства США, и они все нас учили, что делать. Считали, что мы вообще никакие невменяемые такие советские экономисты, которые ничего не понимают. Ну, тех, кого вы перечислили, они действительно в науке ведь не состоялись. У них за плечами нет никаких научных достижений, ни теорий. Многие даже иные и кандидатские диссертации не смогли защитить. То есть в Академии у них карьера не сложилась. Поэтому говорить о том, что они, так сказать, представители российского, точнее советского научного сообщества, не приходится. Но американские эксперты их, конечно, здорово подпирали. И я помню, начало этой экспансии американской такой псевдоэкономической науки, ориентированной на практические интересы американских корпораций, началось с обработки сознания Бориса Николаевича Ельцина, когда небезызвестный Джеффри Сакс с помощью Егора Тимуровича получил аудиенцию на несколько часов. И в течение этого времени он убеждал Ельцина, что в Советском Союзе нет экономической науки, что все наши академики – это люди из прошлого, они не понимают, как устроена родичная экономика. Поэтому он ни в коем случае не должен слушать советы академических ученых, академических институтов. Нужно ориентироваться только на этих молодых ребят, которые получили небольшую подготовку на курсах в США и в Европе. Их научили, как устроена родичная экономика, они все знают, а мы типа будем помогать. Но как они помогали, Поливанов очень хорошо раскрыл и описал в своих записках, как он выгонял американских экспертов. А потом, кстати, американское правосудие некоторых из них догнало и обвинило в том, что они злоупотребляли своим положением советников при российском дворе. И занимались растаскиванием государственной собственности, если вещи называть своими именами. И это были очень сценичные люди, которые точно понимали свои интересы. И к экономической науке относились как просто к некоторой пропаганде. Ведь экономическая теория и то, что называется экономической наукой, вещи не такие простые. Скажем, есть теория, основанная на понимании закономерности, того, как устроена современная экономика, как она развивается, какие существуют законные механизмы развития. Вот я именно этим занимался. Я чистый академический ученый. Я занимался теорией долгосрочного экономического развития. И работая в Советском Союзе достаточно успешно, возглавляя лабораторию, я, надо сказать, очень серьезно критиковал проводимую политику экономическую. Доказывал, что она ведет к технологической многоукладности, к отставанию техническому, что нам нужно развивать рыночные механизмы для того, чтобы поднимать инновационную активность. Мне кажется, хороший, такой честный и доброжелательный разговор. Если бы все наши журналисты и средства массовой информации интересовались бы тем, что происходит на самом деле, в реальности, и какие у нас есть возможности, какие сценарии, то, наверное, мы бы развивались успешнее, быстрее и лучше для всех наших граждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова